В лесу без средств защиты никуда. Насекомые безжалостные. Теперь важно проверить работоспособность аппаратов. Так участники готовятся к военно-патриотическому походу партизанские тропы. Объявляется общий сбор. Нужно обсудить план работ и напомнить элементарные правила безопасности. Поступают сообщения о змеях. В этом году не только уже наблюдали, но и гадюк в районе деревни Казино. В частности, местные жители неоднократно сообщали, что змеи могут быть и здесь. Змея сама на вас не нападет, если вы ее не будете хватать, не наступите на нее случайно. Поэтому внимательно глядите. Теперь все внимательно смотрят под ноги. С гадюкой встретиться никому не хочется. Военно-патриотический поход приурочен ко дню партизан и подпольщиков. Его отмечают в России 29 июня. Этими тропами ходили солдаты в годы Великой Отечественной. В лесу есть памятный знак герою Советского Союза Сергею Солнцеву. Начальник разведки и комиссар партизанского отряда Русского района Московской области участвовал в ряде успешных разведывательных и боевых операций. Лично добывал и передавал в штаб 5-й армии ценные данные о противнике. В 1941 году он был убит. На месте его гибели и установлен памятник. Здесь участникам похода рассказали о герое. В его лице мы вспоминаем всех остальных партизан и подпольщиков, которые сражались и рисковали жизнями, и жизни свои отдавали. Вот те, кого мы не знаем, кто эти люди были. Возможно, часть этих людей до сих пор лежат где-то там в лесу, в районе этой партизанской базы. В походе приняли участие члены поисковых отрядов, школьники Одинцовского округа, патриотические организации. Они привели в порядок территорию возле памятника, обновили цветы. По словам организаторов, сегодня нет достоверных документальных сведений о подвиге и судьбе подпольщиков, сражавшихся здесь в 1941-м, когда на партизанскую базу был совершен налет. Но исследования продолжаются. Поэтому мы пытаемся по гильзам разбросанным, по каким-то обороненным предметам восстановить цепь событий и проводим исследования и раскопки на самой базе необычными методами, планомерно нанося на планшет точку каждой находки, которая там была найдена, на каждого гвоздя, каждой гильзе. И таким образом перед нами постепенно вырастает вот эта картина того, что происходило в 1941 году, в то суровое время в этих самых лесах. Разгромленная фашистами база партизан – уникальное место. Попасть сюда можно только хитрыми партизанскими тропами. Если благоустроить этот маршрут, то гораздо больше людей, в том числе школьников, узнают о тех, кто ценой собственной жизни приближал победу в Великой Отечественной войне. Алтынай Урумбаева, телекомпания Одинцова.